Это просто. Знаете, когда мы послушные, как мы говорим, что вера есть послушание, когда мы послушные, Бог исполняет то, что Он говорит в Своем Слове. Я тоже когда-то... У меня был случай один интересный... У меня был случай один, меня попросили помолиться за женщину одну, которая тоже не ходила, и у меня даже веры не было, что что-то Бог с ней сделает просто. Я пошел просто с этим неверием своим, я просто пошел послушание, пошел, помолился за человека, я зажил в Евангелии, помолился, а Бог утром исцелил ее, она начала там тоже бегать, прыгать, и Бог, Он просто невероятный. Даже когда я не верю, Он верит за меня. Он верит, что все получится. Поэтому, слава Богу, я просто, вы знаете, я просто вижу эту динамику, я вижу, как церковь, она набирает обороты, и я верю, мы скоро увидим огромную славу Божью, и его движение. Поэтому, да, слава Богу. Это правда. Для Бога нет ничего невозможного. Сейчас включу секундомер, чтобы вам лично, наверное, проповедовать. Хорошо. Давайте скажем, Отец Небесный, мне нужно Твое Слово. Я открыт учиться быть облеченным, исправленным и наставленным в праведности, чтобы быть Твоим Божьим совершенным человеком ко всякому доброму делу приготовленным. И жить для того, чтобы другие люди познали Бога через меня. Именно скажите через меня. Аминь. Прошу славу Богу. Я сегодня готовил одну тему. Мы уже говорили на эту тему частично. Я буду продолжать на эту тему. Эта тема, она касается жизни человека, его сердца, и того, что человек говорит в своей повседневной жизни. Я назвал проповедь, я не стал мудрствовать, я скатал у нашего брата Соломона, «Жизнь и смерть – власть языка». Ну, у него чуть-чуть по-другому, у него смерть и жизнь во власть языка. Но мне жизнь и смерть нравятся больше. Поэтому я назвал «Жизнь и смерть во власть языка». И вы знаете, когда мы уверовали, Бог не делает нас немножко лучше. Бог делает нас совершенно другим творением, ходящим в истине, ходящий в вере, ходящий в Боге. И по мере того, как мы ходим с Богом, Бог переучивает нас, как нам ходить, как нам верить, как нам говорить, как нам мыслить. Ну, допустим, обновитесь с духом ума, начните думать по-другому. Библия говорит, что крал, предник роди. Ты должен думать по-другому. Ты новое творение, которое далек от всего старого и ветхого. Поэтому Бог на протяжении нашей жизни, Он переучивает нас всему, абсолютно всему. Бог хочет, чтобы мы ходили в силе Божьей, чтобы мы ходили в Его славе, чтобы мы ходили как новое творение, которое движется на этой земле точно так же, как движется Бог. И Он учит нас, я уже говорил вам, Он учит нас жить, ходить, думать и даже говорить. Говорить по-другому. Библия говорит о том, что древнее прошло, теперь все новое. Не просто обновленное, не просто Бог что-то, я же говорю вам, замазывает, штукатурит в нашей жизни. Бог учит всему новому. Бог творит все новое. И однажды, знаете, интересно, мне Бог сказал такую фразу, после которой я начал размышлять, задумываться, и, в принципе, после чего я начал готовить вот эту тему. Бог мне сказал, ты не шагнешь или не пойдешь дальше или выше своего исповедания. Ты не пойдешь дальше своего исповедания. А церковь мы можем, вы знаете, я вам объясню почему. Апостол Павел во втором коринфянам, он говорит такие слова. Он говорит, что я веровал и потому говорил. То есть, наше слово или наши слова, это конечный продукт нашей веры. Перед этим есть источник, перед этим есть сердце, где ты слаживаешь, перед этим есть твоя вера. И то, что ты выдаешь, это уже продукт твоей веры. Мы, знаете, я вот часто замечаю такую вот ситуацию. Пастырь вызывает, допустим, на молитву, молится за людей, которые, ну вот, нуждаются в освобождении от болезни, от немощи, от проблем и так далее. Только за человека помолились. Только человек отошел. Ты встречаешь его коридор, и спрашиваешь, как твои дела? И опять ты слышишь все то же самое, от чего только что отмаливали. Ой, я такой больный, такой бедный, такие несчастные. О чем это говорит? Это говорит о том, что твоя вера, она не способна сейчас принять то, что ты хочешь. Ты хочешь исцеления, но твоя вера говорит, что ты больной, несчастный, слепый, больный, и вот такой ты весь в проблемах. То, что ты говоришь, то, что ты говоришь, говорит о состоянии твоего сердца, о состоянии твоей веры. Поэтому, если вы смотрите Библию, то Библия, она уделяет также большое значение тому, что мы говорим. Библия предупреждает нас, допустим, об обещаниях, правильно? То есть, ну, чтобы мы не обещали необдуманно, чтобы мы думали, потом обещали. Если пообещали, то мы должны исполнить. И я хочу, чтобы вы еще раз поняли, что вера, она предшествует тому, что мы говорим. И, опять же, я же еще раз хочу сказать, что мы не шагнем дальше своего исповедания, мы не шагнем дальше того, во что мы верим. И получим мы ровно столько, во что мы верим. Да, Бог может сделать что-то для нас бонусом, но многих вещей в жизни мы просто не достигнем. И изучая Священное Писание, смотря на свою жизнь, я увидел, как то, что я говорю, оно действует в моей жизни. И я вам хочу сказать, что это не только у верующих, это и у неверующих. Я еще был неверующим человеком, я рассказывал этот случай, я видел, как то, что я говорю, приходит в мою жизнь. Это правда. Однажды, где-то в 13 лет, по-моему, я заболел язвой желудка. И, ну, больше я заболел, потому что косил от школы. Ну, мне так вот нравилось. Но, когда меня обследовали, оно действительно у меня оказалось язвой желудка. И уже позже, когда я находился в местах не столь отдаленных, то болезнь, она дает определенные бонусы тебе. Ну, там. Это усиленное питание. То есть ты можешь этим манипулировать. Я больной человек, и, пожалуйста, мне вот то, что полагается по закону. Да, мне действительно, мне давали там масло, сахар давали, мяско давали. В деле все записано. Но я заметил одну вещь. Я уже это понял после того, как я начал ходить в церковь, как я начал вожать Слово Божие. Я понял, что работало то, что я говорил. Проходило буквально два дня, у меня начинал болеть желудок. Хотя перед этим я себя чувствовал прекрасно. Просто отлично. Проходило время, у меня начало болеть желудок. Только прошло, опять мне где-то нужно было, опять я начинал жаловаться на то, что я больной и несчастный человек. И опять все приходило опять в мою жизнь. Я понял, что между тем, что я исповедую, и между тем, что есть в моей жизни, есть очень большая связь, и то, что я говорю, оно влияет очень сильно на мою жизнь. И поэтому вот наш брат драгоценный, он написал, что жизнь и смерть во власти языка. Мы дальше будем читать с вами, и мы будем читать это в современном переводе, потому что современный перевод он так очень хорошо объясняет. И иногда я за собой замечаю, я замечаю это за другими людьми. И человек говорит, и говорит, и говорит то, что ты не принимаешь. Ну допустим, человек говорит, ой, який я бидный, який я несчастный. И я понимаю, что слова человека, они не согласовываются с писанием. Да, может быть в жизни человека есть проблемы с какими-то вещами, но Библия говорит о том, что Иисус умер, чтобы я обогатился его нищетой. Я не бидный, несчастный. Я сын Божий. Я наследник, который имеет все. Вот так правильнее будет. Понимаете? И человек начинает говорить в свою жизнь какие-то вещи, и потом, знаете, удивляются, почему в жизни человека проблемы. Мы вот на служении говорили, что, знаете, это похоже как вот... Боксом вы не занимались. Ну вот в боксе есть такое упражнение, это бой с тенью. Это ты, ну, дерешься с воображаемым противником. Вот ты отрабатываешь те упражнения только без противника. Ты дерешься, дерешься, и ты не побеждаешь в этой борьбе. Так вот в нашей жизни мы часто боремся, как бой с тенью, мы часто боремся с тем, что мы сами наговорили в свою жизнь. Вот правда. Ты опять начинаешь, ну, это дальше я уже буду говорить. Ты опять начинаешь проклинать свою жизнь, какую-то из сфер жизни. Сферу финансов, сферу здоровья, работы и так далее, и так далее, и так далее. И я еще раз хочу, чтобы вы запомнили эту фразу. Мы не пойдем дальше своего исповедания. И я хочу, чтобы вы поняли, что исповедание перед ним стоит твоя вера. И мы не сможем изменить свою речь, не изменив свое сердце. Из него, там, вот Иисус говорит, из сердца исходят источники жизни. Поэтому иногда лучше молчать, вообще просто молчать, чем говорить неправильные вещи в свою жизнь или в жизнь кого-то другого. Если можно так сказать, то наш язык, наши слова, это зеркало нашего сердца. Вот то, что у меня в сердце, вот то, что у меня в сердце, то и выдают мои уста. И я однажды думал, вы знаете, я когда-то размышлял над Матфея 5 главой, где Иисус говорит такие слова. А я говорю вам, что всякий гнев, что он напрасно, подлежит суду. Кто скажет рака, подлежит синдриону. Кто скажет безумный, подлежит геене огненной. Я не знаю, я не открыл для себя полноту всего того, что Иисус хотел сказать. Я задал себе вопрос, а в чем проблема? Ну, что тут такого? Ну, дурак. Ну, сказал человек, ну, дурак, допустим. Или еще как-то обозвал человека. В чем проблема? Первое, то, что Бог показывает, Иисус показывает, говорит, что твое сердце наполнено неностью. Если твое сердце будет в таком состоянии, оно приведет тебя просто к погибели. И второе, то, что я понял, что называя человека, или же брата, там, безумным, дураком, или еще как-то обзывая, ты просто проклинаешь его жизнь. Вот и все. Ни больше, ни меньше. Иаков, мы позже будем говорить об этом, он сказал, что, ну, не бывает, не может из одного источника течь горькая вода и сладкая вода. Поэтому мы, мы говорим либо слова благословения, либо слова проклятия в свою жизнь или в жизнь кого-то из людей. И я еще раз хочу вам напомнить то, что Бог придает огромное значение тем словам, которые мы говорим. И я хочу зачитать вам эта притча 18 глава, это то, что я вам уже говорил, название проповеди, где наш брат возлюбленный, он говорит такие слова. «Смерть и жизнь во власть языка, и любящие его вкусят от плодов его». Очень интересное местописание. Мне это местописание скинул один брат, когда я с ним шутил в Высгороде на школьной, он мне скинул, поразмышляй, подумай. Я просто шутил, конечно же, в шутках были какие-то, может быть, неправильные вещи. И в этом стихе я обратил на четыре слова, я обратил внимание, жизнь, смерть, власть и плод. Вот четыре слова, которые я заметил в этом стихе. «Жизнь и смерть во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». «Жизнь» здесь все понятно, да? То есть жизнь, я сейчас вам прочитаю по-умному, я в Википедии нашел. «Жизнь» — это совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма существования, движения материи, возникающая на определенных ступенях ее развития. Понятно, да? Типа, понятно, да? В общем, в Википедии там написано. Ну, нам, в принципе, и не надо описать, что такое жизнь. Мы знаем, что такое жизнь, правильно? Мы понимаем, что такое смерть. Смерть — это прекращение жизни. Прошу прочитать. Что? А может, кто-то не знает, что такое жизнь на самом деле? Да? Все. Еще раз прочитаю. Для тех, кто не знает. Мы не знаем, что такое Википедия. Жизнь — совокупность явлений, представляете, происходящих в организмах. Вот я организм, ты организм, кто-то какой-то другой организм. Особая форма существования и движения материи, возникшая на определенной ступени ее развития. Смерть — это прекращение жизни. Смерть полностью или частично? То есть, человек или умирает, или же мы видим, когда отмирает какой-то орган у человека, да, прекращает, функционирует. Это частичная смерть. Полная смерть — это когда человек уходит к Господу. И еще два слова. Власть и плод. Власть — это вот я когда думал над этим словом, я вспомнил одно местописание, когда, если не ошибаюсь, сотник приходит к Иисусу и говорит о том, чтобы Иисус исцелил слугу. Помните, да? И он говорит, хорошо, я пойду под твой дом, и я исцелю твоего слугу. Он говорит, послушай, не нужно. Я говорю, и я подвластный человек. Я говорю, одному приди, приходит, другому иди, и тот идет. Теперь все, что тебе нужно, тебе нужно сказать слово. То есть, он говорит, Иисус удивляется, говорит, я в Израиле нашел такой веры. Это человек, понимающий то, что он является подвластным человеком, и что у него есть власть. И Иисус однажды сказал о нас. Все даю вам власть. То есть, мы имеем ту же власть, которую имеет Иисус. Просто иногда мы неправильно пользуемся ею, но мы должны очень аккуратно и мудро использовать речь, которую Бог нам дал. Потому что словом Бог творил все существующее. И мы имеем слово. Вот Валентина Павловна, она не была там, на том месте, где был больной человек. И после того, просто скажи слово. Просто помолись. И слово, оно имеет силу. И плод, плод, это результат того, что посеяно. Итак, вот в одном слове, в одном стихе, жизнь, смерть, власть и плод. И все это касается языка драгоценного. И когда мы думаем о земной жизни, мы понимаем, что для того, чтобы умереть человеку, нужно какие-то радикальные действия. Ну вот, допустим, прыгнуть там с крыши дома. Никто в сознательном уме этого делать не будет. Потому что мы понимаем, что через 2-3 секунды придет смерть. И у нас даже такой мысли не возникало. Прыгать там или думать об этом. В духовном мире, в духовном мире мы не видим иногда в начале последствий сказанного. Мы можем не видеть этого сразу. Но они есть. Если Слово Божье предупреждает, что жизнь и смерть находятся во власти твоего языка, значит, твои слова приносят тебе или же человеку, с которым ты говоришь, либо жизнь, либо смерть. И не всегда это происходит прямо сейчас. Поэтому я делаю заключение, что то, что ты говоришь, то, что ты говоришь, или же твое слово, это то семя, которое впоследствии принесет плод. Может не принести драгоценное. Потому что семя можно вытянуть из земли. В духовном мире мы знаем, как с этими вещами разбираться. Мы знаем, как разрушать то, что было сказано в нашу жизнь. Мы знаем, как разбираться с этими вещами. Но семя, оно принесет плод, если с ним ничего не делает. И иногда, я же говорю, мы противостоим каким-то вещам в своей жизни. Там, нищета, болезнь и так далее. И мы молимся, там, ничего не происходит. И, вы знаете, если в вашей жизни... Я не говорю, что это единственная причина. Но это одна из причин, которая может быть. Это то, что ты сам говоришь неправильные вещи в свою жизнь. Тебе нужно обратить внимание на ту сферу, в которой у тебя есть проблемы. И обратить, в первую очередь, обратить на свою речь, что ты говоришь именно об этом. Я знаю людей, которые всю жизнь они плачут, что у них нет денег. Как вы думаете, что в их жизни происходит? У них нет денег. Или же они все время говорят, что они больные. И они всю жизнь больные. Это не потому, что они плохие. Потому, что у них вера такая. Мы ходим 20 лет к Богу. Мы слушаем Слово Божье. И Бог говорит нам, как нам нужно верить. И мы из-за нас молятся. И нас отмалюют. А мы верим тому, как мы жили в прошлой жизни. Старый человек живет. Новое творение еще не научилось жить по вере. Ходить по вере. Принимать по вере. Говорить по вере. Говорить слова жизни, а не слова смерти. Говорить благословения в свою жизнь, а не слова проклятия. Слышите? Нам нужно переучиваться. Ходить, говорить, верить. И действовать, как новое творение. Не будет плода в нашей жизни, церковь. Не будет плода в нашей жизни. Если мы будем халатно относиться к своей жизни и к своему хождению с Богом. К своей вере. К своим словам. Это все имеет значение. Я еще раз хочу, чтобы вы поняли. Это не единственная причина наших бед и неудач. Одна из. Одна из того, чем мы можем привести в свою жизнь в неправильное состояние. И вы должны понимать, что есть закон сеяния и жатвы. Что человек посеет, он и пожнет. Не что-то другое. Читаю еще раз это местоописание. От плода уз человек наполняется чрево его. Произведением уз своих он насыщается. Это 20 стих. То есть, о чем говорит Соломон? Что человек кушает то, что он произвел в своей жизни своими словами. От плода уз своих насыщается чрево человека. И смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят. Вкусят. Или будут кушать. Если вовремя это не уберут со своей жизни. Будут кушать. Последствия того, что они говорят. И если Бог сказал, что будут кушать. Будут кушать, значит. Я не знаю, как быстро появится плод в жизни человека. Потому что мы сеем семя. Проходит какой-то период времени. И только потом вырастает плод. Или не вырастает, если мы вырываем. Есть период, когда это все вырастает. Бог дает еще время. Для того, чтобы ты смог или я смог. Изменить свою речь. Изменить свое сердце. Изменить свою веру. И вначале изменить источник, откуда это приходит в свою жизнь. Если этот источник не является Словом Божьим. Его нужно удалить из своей жизни. Потому что этот источник в итоге приведет тебя к источнику смерти. Твоя жизнь будет разрушена. И зачитаю вам очень интересно. Оно звучит в современном переводе, это местописание. Это тоже притча 18 глава, 20 и 21 стих. Соломон говорит, сказанное тобой, тобой, мной, влияет на твою жизнь. Современно. Так вообще, да? Вот читаешь как-то, знаете, в северном переводе, ну как-то не так. Но когда ты читаешь в современном переводе, или в греческом, сказанное тобой, влияет на твою жизнь. Понятно. Если говоришь доброе, хорошее случится в жизни твоей. Если плохое ты говоришь, плохое случится. И тут такое, знаете, интересное слово стоит. Сказанное тобой, влияет на твою жизнь. Я, допустим, ну, я не хотел бы, чтобы что-то или кто-то влиял на мою жизнь, помимо моей воли, кроме Бога. Но Библия, поэтому и дает нам рекомендации разного рода и предостережения от каких-то вещей, которые могут прийти в твою жизнь. Допустим, если Библия предупреждает, плохие сообщества, они возвращают добрые граммы. То есть, если ты будешь общаться с плохими людьми, ну, у нас все хорошие, то это принесет в твою жизнь какие-то последствия, правильно? И если Библия предупреждает, что сказанное тобой влияет на твою жизнь, значит, сказанное мной, или то, что я говорю, оно влияет на мою жизнь. Поэтому мне нужно обратить огромное внимание на свою речь, на то, что я говорю, на то, что я исповедую. И вот мы правильно делаем. Я встречал многие люди в церкви, они распечатают местописание и исповедуют. Это правильно. Лучше исповедовать Слово Божье свою жизнь, свою жизнь, чем говорить какие-то глупости и гадости, проклиная себя. Я вспоминаю Нину Антонову, но когда она рассказывала, что у нее не было финансов, ей Бог сказал выписать все места финансов и говорить свою жизнь. Пришло время, пришел результат. Когда ты говоришь слова веры, Слово Божье это слова веры, которые ты говоришь в свою жизнь. Может быть, оно сейчас и не так. Но Бог не говорит сейчас по факту. Мы не смотрим на видимое, мы смотрим на невидимое. Новое творение, которое Бог создал, оно наполнено верой. Оно ни в чем не нуждается, кроме Бога. У Него есть сила достигать, преодолевать. Оно здоровое. Моя вера, она должна основываться не на моем видении, не на моих каких-то пониманиях или опыте жизни других людей. Человек ходил в церковь и умер. Моя вера, она должна основываться на источнике веры. Источник и совершитель веры является Иисус Христос. Это Слово Божье. Поэтому моя вера, она должна основываться на Слове Божьем. Мое исповедание, вне зависимости от того, что происходит в моей жизни, оно должно основываться на Слове Божьем. И мои слова, вне зависимости от того, что происходит в моей жизни, они должны основываться на слове почек я когда-то говорил вам я свидетельствовал у меня в жизни были часто моменты сейчас я уже конечно немножко расслабился если приходит эта проблема я беру усилитель веры таблетки ну иногда пользуюсь таблетками быстрее вера действует но вот я честно вам говорю в начале того как я уверовал мне когда же подходили и спрашивали ты заболел я говорю нет библии я не больной я исцеленный и буквально у меня проходила день там все приходило исцеление когда ты стоишь ты ведь твердо держишься того упования и того слова которое бог сказал твою жизнь ты твердо держишься этого приходит слава божья приходит исцеление иисус говорит о смерти лазаря мари и он говорит если будешь веровать увидишь славу божью если ты будешь верить ты увидишь славу божью и поэтому я говорю что иногда просто лучше молчать ничего не говорить лучше молчать читать слово божье и искать те описывания которые он сказал о твоей жизни которые он сказал о твоих финансах о твоем здоровье лучше молчать чем говорить проклинающие слова в свою жизнь или жизнь какого-то чил брата или сестры потом стоять в молитвах и постах разрушать это семя вырывать это из духовного мира лучше лучше молчать и читать и изучать писание для того чтобы ходить в вере ходить в силе ходить славе божьей ходить здоровым и ходить обеспеченным человеком я еще раз вам хочу сказать что большинство большинство наших проблем это ветряные мельницы с которыми мы боремся это стены которые мы сами себе настроили ну я вам честно говорю я ну то что я проповедую я половину этого исполняю я сам бы понимаешь наговорил не то что нужно нам нужно бодрствовать нам нужно бодрствовать над своим словом ну вы просто представьте если мы созданы по образу и подобию божьем если мы наделены той же властью которой наделен бог если мы являемся его детьми мы должны поступать жить ходить верить и говорить точно так же как бог мы должны учиться ходить в вере представьте если бы бог просто представьте на одну минуту если бы бог однажды там вот не проповедовал над своим словом что ты сказал такие вот не то что дает но просто сказал ты как пылинку как пищитку тебя тебя не было сразу земли вселенной не было бог говорит я бодрствую над своим словом чтобы оно исполнилось бог не говорит не говорит о нас или же о ком то неправильные вещи он говорит ты сын мой помните я вам говорил в ночной молитве мне когда-то бог сказал сын не всегда прав но он всегда сын он всегда сын и бог хочет учить сына сын должен учиться у папы как жить как поступать как верить как ходить понимаете поэтому слова слова они имеют очень огромное значение потому что мы люди которые ходят во власти и силе божьей которые наделены той же властью которую имеет бог слова наши они либо созидают либо разрушают нашу жизнь или же жизнь года человека еще хочу немножко поговорить о нашем брате который тоже очень кстати мудро пишет который очень мудро пишет о словах это наш брат и ахов помните слава богу слава богу это третья глава послание ахова я буду читать с первого стиха буду обращать внимание на некоторые слова о чем говорит ахов братья мои немногие делайте с учителями знаю что мы подгородимся почвому суждению ибо все мы много согрешаем кто не согрешает слою тот человек совершенный могучий облудать все тело вот мы лагаем удила в рот коням чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их вот и корабли как невелики они и как не сильными ветрами носятся небольшим рулем направляется куда хочет почвей так и язык а я здесь немножко остановлюсь и ахов он сравнивает наш язык или же то что мы говорим он сравнивает с утилами или же с кормчим который находится на корабле и если вы плавали на корабле вы понимаете что на корабле может быть огромное количество людей у каждого из них могут быть свои планы свои желания допустим корабль плывет там в италию а я хочу в румынии допустим проблема в том что у корчей корчей это тот управляет кораблем корчей у него есть маленький руль у него есть план у него есть карта и все твои желание ему до лампочки у него есть определенный курс куда он плывет так вот иаков он сравнивает наш язык вот именно с этим корчей мы хотим процветать иногда мы хотим ходить в победоносной жизни мы хотим достигнуть каких-то высот может быть быть обеспеченными людьми понимать будем мы можем находиться в этом корабле но вот язык наш проблема он может направлять нашу жизнь совершенно в другое русло мы можем хотеть одного а исповедовать совершенно другое мы можем хотеть исцеления исповедовать болезнь мы можем хотеть процветания засчитать другие вещи Мы можем хотеть достатка, а исповедовать нищету. Мы должны понимать, что наша речь это продукт или же конечный результат нашей веры. Мы должны пересматривать свою веру. Мы должны пересматривать свою речь. Мы должны заботиться о том, о чем мы говорим, или что мы исповедуем свою жизнь или жизнь другого человека. Я думаю, что многие из вас очень часто, очень часто, молясь, Бог показывает вам какие-то вещи, которые вам нужно разрушать в своей жизни. Или какие-то слова, проклятие, которые были сказаны в вашу жизнь. Бог иногда показывает эти вещи вам. Вы разбираетесь это в молитве. И это могут быть вещи, которые вы сами наговорили в эту жизнь. Это могут быть вещи, которые пришли в вашу жизнь. Когда кто-то говорит в вашу жизнь неправильное правослушение или слова. Кто-то проклинает. И это драгоценные, зачастую это неосознанные вещи. Иногда у нас драгоценные, знаете, помните, были первые телефоны Nokia? Помните? Ну, это не те, что еще Руслан застал такие по 20 сантиметров. А ты маленькие такие уже. И вот когда его включаешь, там написано Connecting People. Помните? Connecting People. То есть связь установлена. Иногда у нас связь не установлена с нашим языком. Наши мозги не установили еще связь с нашим языком. Нам иногда надо думать сначала. Перед тем, как говорить. У нас часто получается наоборот. Мы сначала говорим, потом думаем, потом разрушаем и исповедуем веру. Мы должны научиться избегать, знаете, избегать вот этих ненужных витков в нашей жизни. Мы должны, изучив Слово Божье, исповедовать его правильно в свою жизнь. Говорить слова веры. Говорить слова благословения. Потому что это источник. И я же вам говорю, что самое, самое, ну, то, что нам нужно научиться, не смотреть на то, что происходит в твоей жизни. Не смотреть на то, какой результат в жизни других верующих произвела его вера. Не смотреть на чей-то опыт. Нам нужно смотреть на то, как говорит Бог. Нам нужно верить так, как верит Бог. Нам нужно говорить так, как говорит Бог в твою жизнь. А Он только доброе говорит о нас. Так язык, небольшой член, но много делает. Бог и много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык, огонь, прекрасно неправдный. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело. И воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Понимаете? Иногда, ну, вот наш язык, вот так и, знаете, как говорят, так и чешется язык сказать, да? А остановись, вот в этот момент остановись. Потому что ты сейчас наговоришь. Поэтому сначала надо, чтобы произошел коннект, связь произошла. С мозгами, с сердцем, со Словом Божьим. И потом говорить, начинать правильные вещи. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся, морских животных, укращается и укращено естеством человека. Язык укротить из людей никто не может. Это неудержимое зло. Неудержимое зло. И написано, слышите, вам написано, он исполнен смертоносного яда. Вы понимаете, что такое яд? Да. Яд, яд, это вещество, причиняющее отравление, вызывающее смерть. Послушайте, это очень серьезные вещи. Наш язык напрямую, как говорит наш брат Соломон, связан с жизнью или со смертью. Это может быть яд, который ты выпускаешь в свою жизнь или в жизнь другого человека. Или это может быть благословение, которым ты созидаешь свою жизнь или жизнь другого человека. И дальше он говорит, им благословляем Бога и Отца. Им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст течет благословение и проклятие. Не должно, братья мои, так быть. И вот я когда прочитал вот этот девятый стих, я хочу, чтобы вы поняли, что послание Петра и Акова было написано верующим людям. Понимаете? И когда я прочитал, им благословляем Бога и Отца, им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божию. Я задал себе вопрос. Может быть вы ответите на этот вопрос. Вы слышали, чтобы в церкви когда-нибудь кто-то открыто кого-то проклинал? Мы не слышим этого, правда же? Мы научены по-другому. Мы не слышим этих вещей. Но, как написано в Слове Божьем, что иногда наш язык, он воспаляем от гиены. И мы даже сами не задумываемся о том, что мы говорим, приносим смерть и проклятие в жизнь других людей или в свою жизнь. Церковь. Вот смотрите. Я вот иногда слышу, ты бездарный. Вот скажите, это благословение или проклятие? Все просто. Это проклятие, которое ты говоришь в жизни другого человека. Однажды слово, которое было сказано в мою жизнь, это было давно, это вначале было моей верой. Оно чуть не убило меня. Я в депрессии ходил неделю-две. Сейчас мы уже немного окрепли. Мы немного имеем силы. Мы знаем, как противостоять этим вещам. Я не знал тогда, как противостоять этим вещам. Мне сказали слово, все, меня чуть не убило. Депрессия просто меня так накрыла, мне так плохо было. Обычное, простое слово. Слово смерти чуть принесло, не принесло смерть в мою жизнь. Это яд, который отравляет жизнь человека. Нам очень надо быть мудрыми в своих высказываниях. Нам очень сильно надо контролировать свою речь. И бодрствовать над словом, которое мы говорим, как бодрствует над ним Бог. Какое вообще безобидное выражение. Особенно я, знаете, это замечаю, когда у нас открываются какие-то новые служения. Допустим, есть люди, которые безобидно говорят, слушай, оно тебе надо, у тебя ничего не получится. Слава Богу, чтобы новые и лучше. Получится. Получится. Однажды Бог... Ну да, послушайте. Вот я часто общаюсь с верующими людьми. Ну, я не хочу обижать никого. Поэтому я не говорю это в глазах. Часто общаясь с верующими людьми, я в мыслях тут же молюсь и говорю тебе, разрушаю твои слова во имя Иисуса. Я провозглашаю слово Божье в свою жизнь. У меня получится. Я пройду. Я достигну. Однажды Бог, когда призвал Саула, и написано, дал ему новое сердце, приходит Самуил. И Сауил у него спрашивает, что мне делать? И он отвечает, делай все, что может рука твоя, потому что с тобою Бог. Я пройду. Я знаю, что я не бездарный. Потому что Бог со мной. Он моя сила. Он моя крепость. Я знаю, что я не умру. Я знаю, что я буду жить и возвещать дела Господни. Я знаю, что я пройду через обстоятельства. Потому что Он проводит меня долиной смертной денег. Я знаю, что я достигну. Потому что мой Бог со мной. Или же, вечно ты в долгах. Понимаете? Ну, лучше бы молчал. Написано, ну, хоть бы молчал. Знаете, написано, конечно, что и глупо, если молчит, может показаться мудрый. Но лучше молчи, чем говоришь, ну, вот такие вещи в жизни другого человека. А человек потом не понимает, откуда у него проблемы в финансовых сферах. Вот не понимает. И не знает, как бороться. А я вам говорил, что особенно если это новобращенные верующие, меня чуть не убило слово. Обычное слово, сказанное в мою жизнь. Поэтому мы должны мудрыми быть. тоже любимое слово верующих людей, особенно по отношению к тем людям, которые часто падают. Горбатого могила исправят. Дух. Понимаете? Это же я верую из нашей жизни. И я когда-то так говорил. Ты сам не понимаешь, что ты высвобождаешь жизнь другого человека. Дух смерти. Ты сам сеешь. Сеешь в жизнь своего брата или в свою жизнь проклятие. Будь мудрым. Изучай слово Божье. Говори слова веры. Поэтому. Парень пишет. Никакое обниловленное слово не исходит из уст ваших. Только доброе это назидание веры, чтобы оно доставляло благодать слушающим. А в современном переводе это звучит так. Пусть сквернословие не исходит из уст ваших, а только то, что помогает людям стать сильнее, чтобы те, кто слышит вас, были благословены вашими словами. Слышите? Никогда. Я еще раз хочу сказать. Никогда не говорите в жизнь других людей, в свою жизнь, слова проклятия. Слова проклятия или же это все то, что расходится со словами веры. Это все то, что расходится со словом Божьим. Не живите видением, живите верой. Живите тем, о чем Бог сказал о вас. Мы новое творение. Аминь. Еще одно место зачитаю вам. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свой от лукавых речей. Петр это уже пишет. Или же в современном переводе, мне нравится современный перевод, вот кто хочет наслаждаться жизнью? Петр говорит, кто хочет наслаждаться жизнью? Все хотят. Конечно. И видит добрые времена. Все хотят. Должен удерживать язык свой от зла речи, уста свои от лжи. Хочешь наслаждаться жизнью? Хочешь добрых времен в своей жизни? Контролируй свою речь. Будь мудрым. Помни, что жизнь и смерть, она во власти языка. То, что ты говоришь, хорошее или доброе, оно приходит в твою жизнь. Поэтому будь мудрым. Исповедуй слова веры. Говори слова благословения. Не позволяй говорить в твою жизнь слова проклятия. Не позволяй и не принимай их. разрушай это семя, которое было посеяно или выспожено в твою жизнь. Не принимай этого. Не допускай это в мозги, даже в мозги думать об этом. если бы Ио не жил верой, то все те слова, которые ему говорили друзья, они бы похоронили его, просто добили бы. А он сказал, а я знаю, Искупитель мой жив. Жив Бог. Человек, который распатается, человек, который сидит, лежит на смертном одре. Он говорит, а я знаю, Искупитель мой жив. Поэтому нужно проводить свою речь, свое исповедание в соответствии со Словом Божьим. И, как говорил, как написано было Иисусу Навину, чтобы эта книга, она не отходила от уст твоих. Поучайся мне день и ночь. Дабы в точности исполнять то, что в ней написано. Ты будешь успешен во всех путях своих. И пусть Бог благословит вас. И еще раз хочу вам сказать, не позволяйте никому, даже себе, говорить проклятие или слова неверия или слова смерти в свою жизнь. Говорите в свою жизнь слова благословения. Говорите слова веры. Исповедуйте это в свою жизнь. Выпишите это. По три раза на день исповедуйте. Пока не научитесь правильно говорить. Пусть Бог благословит. Давайте помолимся. Отец небесный, я благодарю тебя, Господь, за то, что ты искупил нас, за то, что ты оправдал нас, назвал нас своими детьми. Отец, я понимаю, что мы все люди и очень часто в своей жизни мы говорили неправильные вещи в свою жизнь или в жизнь других людей. Отец, я молюсь, Господь, чтобы семя слов неверия было разрушено в нашей жизни или в жизни тех людей, которые мы говорили. И мы также разрушаем слова проклятия, которые были сказаны в нашу жизнь. Отец, мы верим. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты научил нас жить по-новому, ходить по-новому, говорить по-новому, двигаться по-новому. Отец, и пусть моя жизнь будет благословением, для других людей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.